Кленовые листья начнут новую победную серию. Сборная Канады потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв Швейцарии 3 к 6. Разницу в матче сделали спецбригады. Канадцы в большинстве не забили, хотя один раз у соперника было 5-минутное удаление, а вот в меньшинстве забросили одну шайбу, но пропустили две. Есть вопросы и к вратарю Тампсону, который не выручил в этой встрече. Галкипер Вегаса провел три матча подряд, теперь шанс стать основным получил Дритгера Ситла. Но были и позитивные моменты в игре кленовых листьев, моменты у чужих ворот они создавали, теперь осталось поправить реализацию. Дания начала турнир с впечатляющего разгром Казахстана 9 к 1, но затем были поражения от Швейцарии и Германии. Теперь датчане на четвертом месте с 9 очками после 5 матчей, и для них все решатся в очной встрече со Словакией, которая тоже претендует на выход в плей-офф. Так что скандинавы, скорее всего, пожертвуют встречей с Канадой и сэкономят силы на завтра. Вероятно, отдых дадут и основному вратарю Даму, на этом турнире он отражает почти 95% бросков. У канадцев нет шансов на первое место, даже если Германия победит Швейцарию, и у трех команд будет по 18 очков, но подняться на второе место им нужно, чтобы не попасть, например, на Швецию уже в четвертьфинале. БК «Марафон» дает на победу Канады с форой минус 2,5 коэффициент 1,86. На индивидуальный татал канадцев больше 4,5 можно поставить в БК «Фанбейт» за 2,18. До матча со Швейцарией сборная Канады забивала минимум 5 голов в каждой встрече на ЧМ 2022.